Всем привет! На канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку про лучшего Тома Сойера. В прошлой серии мы остановились на том, что вы прочитали вот половину 14 главы. Но сейчас начнут вторая половина 14 главы. Ну что, поехали! В завтраках они улеглись в тени, подождали, пока Гек выкурит трубочку, а затем отправились вглубь леса на разведку. Они весело шагали через гниющий валежник, продираясь сквозь заросли между стволами могучих лесных королей с неовценозных вершин, которых свисали до самой земли длинные виноградные плети, как знаки их царственной власти. Время от времени в чаще попадались прогалины очень уютные, устланные коврами травы и сверкавшие цветами, как драгоценными камнями. Ну вот, вы видите, мы прочитали... Ну, точнее, нет. Вот мы в прошлой серии вам вопросик задавали, что у вас есть шведская стенка. И мама написала, что есть. А сейчас поехали дальше. Пождите. Видите, тут у меня и подарочек. В пути многое доставляло им радость, но ничего необыкновенного они не нашли. Они устраивали, что остров имеет около трех миль в длину и четверть мили в ширину, и что он отделяется от ближайшего берега с узким проливом шириной в каких-нибудь 200 ярдов. Купались они чуть не каждый час, и потом вернулись в лагерь уже под вечер. Они были слишком голодны и не стали тратить время на рыбную ловлю, но превосходно пообедали холодной вечериной, а затем улеглись в тени поболтать. Их беседа скоро начала прерываться, а потом совсем замерла. Чувство одиночества, тишина и торжественности леса понемногу оказывали на них свое действие. Они задумались, их охватила какая-то смутная тоска. Вскоре она приняла более определенную форму. Первых проблесков тоски по дому даже финн кровавая рука, и тот начал с хрустями читать о чужих ступеньках и пустых бочках. Но каждый усыдился своей слабостью, и ни у кого не хватило от ваги высказать свою мысль вслух. И для вас, кстати, я вот тут такой вопросик придумал. Вот вы видите у меня подарок от святого Николая. Скоро же Новый Год. И вопросик такой. Чего рады Новому Году? Пишите цифру 1 или слово «да», если рады, или пишите цифру 2 или слово «нет», если не рады. В следующей серии узнаем, за какой вариант было больше голосов. А сейчас поехали. С некоторых пор до них издалека доносился какой-то особенный звук, но они не замечали его, как мы иногда не замечаем тиканье часов. Однако таинственный звук мало-помалу стал громче, и заметить его было нельзя. Мальчики вздрогнули, перегляднулись и стали прислушиваться. Наступило долгое молчание, глубокое, ничем не нарушаемое. Затем они услышали глухое и мрачное «Бум!» «Что это?» – спросил Джо, еле слышно. «Не знаю», – шепотом отозвался Том. «Это не гром», – сказал Гетельбери в испуге, потому что гром он. «Замолчите», – крикнул Том. «И слушайте, они подождали минуту, которая показалась им вечностью, и затем торжественную тищу опять нарушила глухое «Бум!» «Идем посмотрим». Все трое вскочили и побежали к берегу, туда, откуда был виден городок. Раздвинув кусты, они стали вглядываться вдаль. Посередине реки, на милю ниже Санкт-Петербурга, плыл по течению небольшой пароход, обычно служивший по храмам. Было видно, что на его широкой палубе толпится народ. Вокруг пароходика шныряло множество лодок, но мальчики не могли разобрать, что делают сидящие в них люди. Внезапно у борта парохода взвился столб белого дыма. Когда этот дым превратился в безмятежное облако, до слуха зрителей донесся тот же унылый звук. «Теперь я знаю, в чем дело», – воскликнул Том. «Кто-то утонул». Верно заметил Гек. То же самое было и прошлым летом, когда утопили, тогда тоже стреляли из пушки над водой. От этого утопленники всплывают наверх, да. А еще возьмут коврыги хлеба, наложат в них живого серебра и пустят по воде, где лежит тот, что утоп. Там хлеб и остановится. «Да, я слыхал об этом», – сказал Джо. «Не понимаю, отчего этот хлеб останавливается. Тут, по-моему, дело не в хлебе, а в том, какие над ним слова говорят, когда пускают его по воде», – сказал Том. «Ничего не говорят», – возразил Гек. «Я видал, не говорят ничего». «Странно», – сказал Том. «А может, потихоньку говорят про себя, чтобы никто не слыхал?» «Ну, конечно, об этом можно было сразу догадаться». «Мальчики согласились, что Том совершенно прав, так как трудно допустить, чтобы какой-то ничего не смелящий кусок хлеба без всяких магических слов, пронесенных над ним, мог действовать так разумно, когда его посылают по такому важному делу. «Черт возьми, хотел бы я теперь быть на той стороне», – сказал Джо. «Я тоже», – это звался Гек. «Страсть, хочется знать, кто это там у Том». Мальчики глядели вдаль и прислушивались. Вдруг в уме у Тома сверкнула догадка. «Я знаю, кто утонул в умы». «В тот же мир они почувствовали себя героями. Какое торжество, какое счастье их ищут, их облакивают, из-за них сердце надрывается от горя, из-за них проливаются слезы. Люди вспоминают о том, как они были жестоки к этим бедным погибшим мальчикам, мучаться поздним раскаянием, угрызениями совести. И как чудесно, что о них говорит целый город. Им завидуют все мальчики, завидуют их ослепительной славе. «Это лучше всего». «Из-за одного этого в конце концов стоило сделаться пиратами». «С наступлением сумерек пароходик занялся своей обычной работой, и лодки исчезли. Пираты вернулись в лагерь. Они ликовали, они гордились той почетной известностью, которая выпала на их долю. Им было лестно, что они причинили всему городу столько хлопот. Они наловили рыбу, приготовили ужин и съели его, а потом стали гадать, что теперь говорят и думают они в городке. И при этом рисовали себе такие картины общего горя, на которые им было очень приятно смотреть. Но когда день и ночи окутали их, разговоря понемногу умолк. Все трое пристально смотрели в огонь, а мысли их, видимо, блуждали далеко-далеко. Возбуждение теперь улеглось, и Том, и Джо не могли не вспомнить о некоторых близких. Им, людям, которым вряд ли было так же весело, от этой забавной проделки явились кое-какие сомнения. У обоих стало на душе неспокойно. Оба почувствовали себя несчастными и два-три раза невольно вздохнули. В конце концов, Джо робко осмелился спросить у товарищей, как отнеслись бы они к мысли о возвращении цивилизованный мир. Конечно, не сейчас, но Том осыпал его злыми насмешками. Ед, которого никак нельзя было обвинить, что это тянет к родному. А Чару встал на сторону Тома, и поколебавшийся Джо поспешил объяснить, что в сущности он пошутил Джобу рад, когда его простили и оставил на нем только легкую тень по недозрению, будто он малодушно скучает по дому. На этот раз бунт был подавлен до поры до времени. Мрак ночи срущался, Гек все чаще клевал носом и наконец захрапел. За ними Джо. Том некоторое время лежал неподвижно, опираясь на локоте и пристально вглядываясь в лица товарищей. Потом и тихонько встал на колени и начал при мерцающем цвете костра шарить в траве. Найдя несколько свернувшихся в трубку широких кусков тонкой белой коры, плотно. Он долго рассматривал каждый кусок и наконец выбрал два подходящего. Затем стоя на коленях возле костра он с трудом наца рапал на каждом куске несколько строк своей красной охрой. Один из них он свернул по-прежнему трубкой и сунул в карман, а другой положил в шляпу Джо. Немножко отодвинув ее от ее владельца, кроме того, он положил в шляпу несколько сокровищ бесценных для каждого школьника, в том числе кусок мела, резиновый мяч, три рыболовных крючка и один из тех шариков, которые называются в заправду хрустальными. Затем осторожно на цепочках он стал пробираться между деревьями. Когда даже почувствовал, что товарищи остались далеко позади и не услышат его шагов, спустился, что из духу бежать прямо к отмели. шагов, ну вот, вы видите, мы прочитали целую четырнадцатую главу. В следующей серии нас ждет глава пятнадцатая. на этом мы уже будем читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур 11 ТВ. Пока-пока, пока-да!